всем привет с вами люда сегодня я хотела продолжить тему кружевного фарфора и показ моей личной коллекции этого самого кружевного фарфора но хотелось бы также рассказать немножко о декоре интерьера и показать как я в одном цвете примерно в одном цвете сделала одну из полок моей витрины перед вами вы видите две немецкие статуэтки кружевные выполненные в розово-золотой гамме это тоже конец 19 века начала 20 до 1910 года та же самая мануфактура мюллер энд ко в городе волксетт я покажу клеймо покручу немножко девочку очень красивое лицо очень красивая проработка рук и вообще замечательная пластика фарфора и сохранность тоже обалденная для этих лет понятно что есть небольшие потери кружев как обычно посмотрите какая проработка даже вот этих подштанников кстати хотела сказать что кружевные статуэтки ни в коем случае нельзя брать за юбочки нужно их брать только за голову потому что юбочки могут осыпаться у мальчика кружевное как всегда жабо и рукава и очень хорошая прорисовка его брючек покажу лицо так не очень хорошо видно вот очень хорошая проработка лица решила показать вам фигуры поближе чтобы можно было рассмотреть их лучше и лицей и вообще я решила что хочу коллекционировать для определенной полки белорозовые кружева чтобы у меня вот эти две статуэтки вписались в мою коллекцию то есть вписались в интерьер и сейчас покажу еще две белорозовые статуэтки на мой взгляд у нее тоже неплохое лицо интересно сделано платье да есть небольшие потери на платье но мне это абсолютно не мешает вообще тяжело найти старинную именно статуэтку чтобы было абсолютно без потерь вот видите у нее сзади вот этого дыра есть во первых это сзади и это вообще никак не портит внешний вид не статуэтки не интерьера даже здесь есть небольшая прорисовка вот здесь я имею ввиду очень красиво сделан воротничок на платье она тоже от мануфактуры мюллер эндко в городе вольфстад я предполагаю что это более поздняя статуэтка чем те та пара которую я показала первую в этом ролике мне кажется это сделано было чуть чуть попозже может быть двадцатые годы сейчас покажу третью более позднюю статуэтку с белороза в белорозовом цвете вот эта кокетка была сделана в городе дрезден на клейме написано краун дрезден western germany это значит что она была сделана где-то после пятидесятых годов в общем пятидесятые года она была и сделана сейчас тоже покручу поверчу очень красивое кружево красивое платье у нее и маникюрчик симпатичный на пальчик вот такая вот ощущение что она танцовщица кабаре очень маленькая совсем миниатюрная помещается тоже в ладошку предлагаю вам познакомиться еще с одной моей статуэткой из серии белорозового кружевного фарфора эта статуэтка называется принцесса с лягушкой давайте ее осмотрим получше со всех сторон но и и и и и и и У нее платье просто сделано как будто бы это зефирка какая-то. Ружева в виде бантиков вылеплены. Еще смешная лягушка, тоже по-моему какая-то королевишна. Довольно неплохо выполнено лицо. Эта статуэтка была выполнена на мануфактуре Гизела Кельхауэр. История этой фабрики фактически началась с небольшого бизнеса Йозефа Франца Зибера недалеко от Рудальштата в Тюрингии, который создавал прекрасные фарфоровые кружевные фигурки. В основном пик создания этих фигур кружевных пришелся на 1920-30-е годы. Судя по клейму, конкретно вот эта статуэтка была выпущена в 1930-е годы. После Второй мировой войны Францу Зиберу не понравилось большинство идей будущего социалистического режима. И он решил, что пришло время бежать из Тюрингии в Баварию. Тем более, что его фабрику экспроприировали. Вместе с Гизелой Кельхауэр и ее мужем Лотером, главным скульптором, Зибер бежал в город Кюс в Баварии. Когда Зибер решил уйти на пенсию, семья Кельхауэров основали новую фабрику и продолжили производство кружевных статуэток. Как и раньше, они были полностью изготовлены вручную и поэтому очень интересны для коллекционеров. Под руководством Юргена Кельхаузера в 2007 году бизнес и веб-сайт практически затихли. Веб-сайт все еще был активен в июне 2009 года, но 1 августа того же 2009 года был отключен. Значит, фабрики этой, конечно, уже больше не существует. Я думаю, что после Второй мировой войны уже где-то в 50-х годах они не выпускали в больших количествах уже кружевные статуэтки. как фабрика вообще дожила до 2007 года, это какая-то просто сказка. но такую информацию я нашла на просторах интернета. вот такая вот статуэтка, очень милая, симпатичная. сейчас вам покажу еще одну мою красивую фигуру. это будет уже парная статуэтка кружевная. Перед вами еще одна кружевная статуэтка, точнее, группа, сделанная из кружевного фарфора в Германии в городе Дрезден. Эта статуэтка была сделана в конце 19 века. перед нами мы видим музицирующую пару, она играет на клавесине, а он, наверное, готовится играть на скрипке. Здесь можно ничего не говорить, а просто любоваться. сейчас я покажу ближе клеймо. Вот это клеймо. Это конец 19 века, что самое интересное, это старинная статуэтка в полной сохранности, то есть здесь ничего не повреждено. ни пальчики, ни платье, кстати, платье в стиле 18 века. Вот такая влюбленная пара находится в моей коллекции. А сейчас покажу свою вот эту полочку белорозовую. Вы увидите, как у меня там сочетаются вещи, которые стоят на этой полке. Вот как смотрится вот эта полка с белорозовыми предметами. Тут есть и современные предметы у меня. еще немного окружевниц. Уточки-мандаринки из розового кварца. Вот эта черепаха и стрекоза были сделаны израильской дизайнер Керен Копал. Она была... Ей очень нравилось и нравится, как Карл Феберже делал свои вот такие вот шкатулочки открывающиеся в виде животных, в виде яиц. И вот она загорелась идеей открыть свой такой заводик. Открыла где-то во Франции свой заводик. И по ее эскизам этот завод выполняет до сих пор такого вида изделия. Маленькие шкатулочки открывающиеся. С кристаллами Сваровского, кстати говоря. Вот эти вот кристаллики разноцветные. И эмаль. У нее очень красивая эмаль. Сейчас покажу. Плюс там добавлены английские цветы. Для того, чтобы разбавить интерьер. Вот эти. Прямо я яйца наделала в стиле Фаберже. Это все открывается. Вот так. Некоторые шкатулки музыкальные. Это открывается. Таким вот образом мы можем здесь увидеть даже царскую корону внутри. Некоторые из них с сюрпризами. Вот такая полочка. Флакончик для духов здесь тоже есть. Хрустальная бабочка. Ну вот как-то так. И современный сервиз, сделанный под Англией. Китайский сервиз. Это не вклад. Это именно для того, чтобы пользоваться. Вот так вот выглядит полка. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующем ролике. Всем пока. Пока. Пока.